опа ты слышишь о чем музыку о чем о чем о чем музыка заиграла то что-то сейчас будет и с вами был варей всем кому понравилось по варей всем доброго времени суток друзья меня зовут валерий мы продолжаем проходить barrow hill итак мы с вами закончили на том что побежали за звуком какой-то машины короче вдоль по дороге по прямой вот наткнулись на пугало пугало так как отсюда выйти вот пугало короче здесь у нас есть мы можем перелить короче через забор получается здесь у нас ничего это короче дальше дорога есть давай 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 пройдем через забор перелезем посмотрим что здесь и смотри мотопедка стоит мотопедка может посмотреть на мотопедку мотопедки ни черта нет так и давай посмотрим так это назад здесь что тоже ничего немножко пройдем сюда можно еще и спереди посмотреть мотопедку вот так не тоже ни черта нет ладно хорошо там смотри какое-то болото да все что здесь больше ничего нет зачем мы сюда пришли зачем я сюда пришел кто-нибудь мне может сказать это так ладно допустим идем дальше по дороге кривые дороги здесь у нас на тоже не пройти здесь у нас на черта одни скалы окей кривые дороги и сплошная тьма опа а вот и походу и и машина которая которая проехала ну-ка она впилилась она впилилась в камень она допустим может там кто-то есть из людей может кому-то нужна помощь в принципе как и мне помощь нужна так проход вот я говорил отворотка налево но сейчас мы посмотрим здесь короче что с машиной так номерной знак 4 x 68 57 8 и так что у нас здесь еще имеется так здесь посмотрел да уже все поки давай сюда пройдем подальше подальше кпк радио беру хилл настройте прием на частоту 15 и 3 услышите чарующие звуки 15 и 3 это по-моему вот это вот радио которое мы слушали куда нам надо позвонить ну может и не надо но не зря же говорят там номер телефона так буди корнула раскопки кургана конрад морс известный археолог профессор и член клуба джентльменов недавно неприятно удивил археологическое сообщество выбив разрешение раскопки в беру хилл никогда еще этого исторического памятника не касалась рука человека это захоронение не отмечено на картах никогда не было исследовано и за многие века никто не тревожил его покой сбора ухилл связано множество легенд и преданий некоторые историки утверждают что каменный монумент на холме это памятник древних король древним королям корнула споры вокруг беру хилл не утихают с 1960 года когда возле кургана было решено возвести станцию техобслуживания хотя местные жители избегают заходить на территорию кургана она все же стала знаменита после исчезновения группы рабочих как несложно догадаться эта таинственная история послужила рекламой новому заведению истории стали частью местного фольклора а область только выиграла в техническом плане будучи оборудована антенной сотовой связи установлены на станции техобслуживания однако полиции так и не удалось раскрыть загадку исчезновения рабочих вся существующая информация об эро хилл была собрана профессором-археологом амелией рэмфорд ныне считаю считающиеся пропавшей без вести ее записи результаты исследования были найдены в ее сумке лежавший неподалеку от кургана такое че знамение только добавила популярность этому таинственному месту окей те кто приближается короче к этому древнему кургану исчезает короче без вести понятно так древние камни корну брайан кларк кстати смотри фотки это настоящие да кстати вот это вот эти камни они существуют по-настоящему и как бы вообще вот эти вот святилища которые мы видели да это тоже существует по-настоящему как бы вам интересно можете погуглить как бы лишь фотки прям ну реально стоящий черно-белый только прикольно да вот он по кругу камни короче стоят по которой говорят да ну прикольно и человек речек какой-то окей так расположение фотографии сверху карн луз было внизу корни не сверху басквен слепой скрипач какой-то а это страницы короче название страниц до каменная пирамида рук 3g сил внизу могила джули бердис расположение фотографии понятно короче так это мы смотрели вот эту штуку да понятно так это мы видели давай-ка здесь почитаем она идет за мной я слышу как часовой выходит из земли он знает где я он значит я пытался сбежать но я попал в ловушку времени все меньше и меньше почему я не прислушался к голосам может быть они предупреждали или наставляли меня может быть то были духи прошлого кажется начинаю понимать этот древний монумент но пока я все еще безлуждаю в темноте своего знания если бы мы только знали что вырвется на свободу когда мы потревожим курган когда я я потревожу курган он так долго ждал ждал чтобы пробудиться вновь его охотник приближается мое время и стекло так гаде там две бумаги читаем только одну так кипик кипика кипика забрали потом посмотрим так это что у нас водительское удостоверение морс конрад понятно это короче водительское удостоверение вот этого археолога что то я так предполагаю что это что ему походу уже она и не нужна англия понятно так хорошо окей кипик кипика мы взяли давай посмотрим такая камера хорошо вернуться к камерам пока на камерах вроде как спокойно тихо и план исследования ага вот и карта у нас теперь есть карта окей мы находимся где-то где-то погоди мы находимся стой вошли вот так вот здесь вот короче забор да мы перелезли через забор а тут смотри и нам не пройти там было как-то странно здесь где мотоцикл стоит да давай сейчас вот сюда вот еще сходим мы находимся вот здесь потом можно будет пройти здесь смотри здесь вот совмещается можно как-то здесь пройти и вот здесь пройти мы еще вокруг ротчем отеля вокруг заправки еще здесь не ходили не смотрели короче сейчас вот сюда сходим посмотрим потом вернемся здесь посмотрим вот а дальше уже будет видно так ладно четыре камеры помогут мне наблюдать за всей территорией раскопок из этих протестующих приходится быть осторожным мои сны наполнены яркими образами но когда я просыпаюсь они успокаивают ускользают от меня голоса я сделал так как они велели никто не знает что я натворил и что выпустил на свободу о чем я только думал теперь я знаю что бродит среди нас мне не предстоит еще многое объяснить я остановился в третьем номере отеля на станции техобслуживания надо запомнить код 843 от двери моего номера у теперь можем в третий номер короче попасть 843 окей запомним но в принципе это в кпк у нас записано можно так ладно это мы смотрели уже что он здесь на тачке на машине приемничек погоди чистота 15.3 но я же говорю я же говорю это здесь на холме честно говоря я немного напугана но у инси наверняка прогонит прочь незваных гостей к сожалению я не могу никому позвонить из студии но я надеюсь вы можете дозвониться мне в прямой эфир на радио беру хилл по телефону 5 8 5 2 1 3 1 точное время точное время ой на моих часах все еще 15 минут восьмого но этого не может быть наверное мои часы остановились может быть кто-нибудь позвонит мне в студию и сообщит точное время напоминаю наш номер 5 8 5 2 1 3 1 я приготовила для вас несколько музыкальных композиций наслаждайтесь ими и этой волшебной ночью ну окей понятно короче у нее часы остановились как и везде в принципе да так ладно пускай выключу короче пока да чтоб она не мешала это бывает как-то мешает это радио если там читать что-то там еще что-то так давай сюда посмотрим машина дымится нужно ведро с водой хорошо так а здесь как и вначале нас не пускает какая-то таинственная сила окей выпустить нас никто не хочет он пошли сюда а это я шуршу я думал кто там шуршит то все блин вообще ни черта не видно да просто теме и фонарик а вот а вот вот и фонарик сам включился так окей смотри как это деревушка сыраюшка ладно что у нас здесь кусты там выход и здесь кусты план допустим опа ты слышишь о чем музыку о чем о чем музыка заиграла то что-то сейчас будет не стоит бояться туда можно заглянуть давай-ка пока вот здесь посмотрим потом туда пойдем это длинная дорога получается да так ладно а вот и дверь об окошко заперта то все шуршит то я думал то я изначально наешь это хожу шуршу кто-то блин вокруг меня все несколько с кустов выпрыгнет как меня тут что-нибудь со мной сделает вообще жизнь просто закрыта закрыта наверх тоже не посмотреть да допустим идем дальше так стоп и ссори друзья ссори друзья надеюсь в этом не оглохли так я что-то зачихал это за того короче заблудился окей ладно так ящик зачем не ящик зачем мне ящик а я могу вот так таскать да я могу его вот так таскать а вон оно чё и а вон оно чё понятно так ладно так ладно прекратите раз к раз к прекратить нужно блин вообще кто-то туда так шуршит вообще непонятно охренеть хорош хорош там знаешь как совковый лопатой поэтому по асфальту раз к прекратить это что прекратить раскопки интересно здесь нас убить могут или нет да это в принципе как бы квест я думаю убить то не могут наверно хотя фиг знает да хорош он сейчас крышу упадет так ладно здесь тоже не черта да здесь что у нас желуди лежат хорошо о я провалился но могу смотри по лестнице подняться обратно здесь а я вниз провалился вот замок короче дверь на которой был ну дверь которая закрыта с другой там стороны ноги так это что у нас что-то надо с этим сделать поджечь нет . это баллон непонятно так что здесь оп шланг ага шланг баллона значит надо да резиновая трубка ну это шланг перевод конечно от бога вот ммм так что еще есть давайте посмотрим потом прикрутим шланг короче так а это а это вторые ворота да которые тоже закрыты были тут не сдвинуть тут этот балка очень такая тяжелая получается так что там это оттуда я короче провалился да угу ясно понятно так нам не забрать блин эти звуки это музыка вообще жесть охренеть ты слышишь да я не знаю как вам слышно нет у меня в наушниках просто прям вот такая вот атмосфера просто вот такая вот атмосфера на так что это это что газовая горелка нужно короче из баллона сделать газовую горелку я так понял да наверное замок отфигачить могли выйти окей окей на все короче здесь больше походу ничего нет давай давай мы это газовая горилка короче так вот так ну да я же говорю замок отфигачить надо так и здесь вот надо пошел газ а поджечь на прикольно папа все исчезло у меня осталось до пригодится окей теперь я могу выйти на смотреть теперь на улице могу выйти выходить пока нет давай давай залезем иначе наверху там не все посмотрели давай по лестнице сейчас залезем такая здесь посмотри по сторонам никогда ну окей так ладно что здесь здесь он смотри бинокль какой-то столик давай на столе посмотрим сначала окей лампа от чего у нас такое фотоаппарат хочу ничего не делается что а включил включил так фотки да какие-то листать наверно здесь на домик какой-то краны мост это чуть непонятно наверно бухие кто-то снимали поезда поезда уезжают поезда уехали дорога поля листочки еще дорога деревья деревья корова были звука как будто за спиной кто-то шарится о а вот и камни вот и камни я думал они больше о чувак что-то рукой там показывает смотри камешек или что это ура ура кто-то любит короче животных короб ур либо этого фотку свою еду так небо глубое а вот смотри да светилище это чё у нас борщевик это осень это ягодки окей деревья вот арзанг у кого-то нет то в жопе играет да ладно хорошо не тут развлекались ты смотри не смотри на меня так а все по новой ладно а есть эти и за этом видосы они ничего нет так ладно с этим аудиты с этим мы разобрались так остановите раскопки спасите беру хилл недавно археологическое сообщество выдало разрешение на уничтожение одного из древнейших монументов англии кондраду морзу было позволено раскопать древний курган камней и разрыть древнее захоронение в беру хилл во имя его археологической славы не верьте голословным утверждением о то что все на все находки будут тщательно сохранены а место раскопок будет возвращено в первоначальное состояние кондрад морз обманщик и себя любивый охотник за сокровищами никогда еще этих земель не касалась кирка и древние монументы должны остаться непрекрасновенными их нельзя раскапывать и рассматривать под микроскопом раскопки уже начались и нам нужна ваша помощь чтобы спасти эти земли от сосквернения археологов надо остановить присоединяйтесь к маршу протеста в бару хилл поставьте вашу подпись под письмом а курган камней а смотри есть небольшое пояснение короче этих курган камней пешеходные тропы да вот здесь вот короче можем так вот так сервисная станция мотель кафе окей станции учат пешеходные тропы удленда короче ничего не понял окей прекратите прекратите это нам ничего не сделать читам задворник то все это лопаты и скребет не понимаю дошираки смотри так а здесь чё термос термос и все да ну давай здесь посмотрим так бинокль у я могу чуть бинокль посмотреть посмотри камню охренеть почему взяка такая заиграла то да паре луна какая плевая она допустим вы она пока я тут ничего 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 не насмотрел окей ладно выйти все за счет хороший тревер спенсер на 12 сентября уважаемый археолог чушь я сегодня прочитал этот что какой-то археолог конрад морс собрался ввести раскопки древнего захоронения в бару хилл и как он только получил это решение неважно я всем расскажу об этом мы должны что-то предпринять этих варваров надо остановить короче так понял это вот это вот домик это домик короче этих протестующих фанатиков таких 14 сентября добрался до бару хилл найти это местечко оказалось сложно но это не проблема она просто не обозначена на наших картах но разве это извиняет варваров разрушающих древние памятники во имя науки следующий раз мы поищем стоянку для нашего лагеря оттуда кстати открывается прекрасный вид 16 сентября нарисовал макет листовки на занятиях по рекламе старая карга буркет ничего не заметила варка останется в колледже сегодня и завтра чтобы сделать как можно больше копий вот и стипендия на что-то пригодилась больше листовок 18 сентября мы вернулись бару хилл разбили лагерь в конюшне на полпути к учвуду барри должен завтра подогнать свой фургон с листовками надо будет сложить их двое сара и майк раздают их в колледже и в торговом центре сент-оуфу чтобы подогреть интерес к случившемуся 19 сентября дождь лет как из ведра но я не спускаю глаз с этих мандалов археологов шатаются по каменному кругу как мухрые курицы наверное это сама природа защищает курган 13 20 когда ливень стихает кругу он подходит сам конрад морс но все время что-то бормочет себе поднос и царапает своем блокноте конрад морс бар ночь бар мочит поднос пишет пишет крысы канцелярская наверное прикидывает какую часть памятника обрушит на этот раз я попытался сделать несколько фотографий но из-за погоды ничего не получилось 14 20 заметил ассистент заметил ассистента конрада уходящего под по западной дороге наверное шел смотреть на полном водный родник я не стал за ним следить и вернулся в конюшню меня беспокоит пол в лагере он как-то нехорошо скрипит под ногами и пригибается надо смотреть под ноги но я уж понял это я уже провалился с наступлением тем 1620 с наступлением темноты сделал вылазку к рядам камней наткнулся прямо на конрада и обрызнулся на него с выкриками но он только отмахнулся от меня и побежал вниз кругу камней размахивая руками он что-то кричал но я не смог разработ разобрать что он был пьян я точно слышал запах виски слышал запах виски запах виски можно слышать прикольно 20 сентября нашел лопату вот на той прямо в курган и закинул и далеко в кусты ха пускай теперь поищут куда она пропала заезжал баре обещал приехать позже и сменить меня на ночь снова льет дождь крупные капли барабанит по крыше надеюсь он скоро кончится местное зверьё он местное зверьё правда не пугает местное зверьё он правда не пугает только что в окно запрыгнула какая-то бешеная белка и оставила на пороге желудь а мы видели до желудь кстати 1115 сходил позавтракал с баре в кафе на станции техобслуживания он привез с собой еще несколько патчек листов сара присоединится к нам позже она сейчас городе покупает ватман для плакатов обещала пригласить телевидение на завтрашний марш претеста вокруг круга камней страсти накаляются 1240 шпионил за конродом этот псих ползал вокруг кургана на коленях как бешеный барсук по его не он и все в порядке с головой конюшню зачастила моя подружка белка оставляет на пороге все больше и больше желудей может быть она считает что я им питаюсь забавная зверюшка 15.00 не успела сара приехать как уже подцепила себе дружка на автозаправке говорит его зовут питер и он из этих археологов эссистент конрада любезничал с ней пока она не проговорилась что едет к нам кажется бедняжка влюбилась 19.20 каракалась каракались на холм кругу с наступление темноты в лесах становится страшно чувствуем себя героями ужастиков сапушки нам хорошо был виден конрад он ходил от камня камня и кажется спорил сам с собой мы посмотрели на это вопсиха и пошли обратно странным вот с 1 сентября 2 часа а нас разбудил какой-то странный ракочущий звук потом пол конюшни внезапно зашатался сара ужасно испугалась за окном ничего не было видно потом все стихло мы сидели в грубовой тишине прислушиваясь к звукам снаружи через несколько минут дверь стал кто-то ломиться но когда мы спустились вниз по лестнице там уже никому не было марка уверен что над нами пошутил кто-то из колледжа но мне так не кажется 12.20 после всего того что случилось прошлой ночью мне так мне не удалось выспаться по моему никто не из нас так и не смакнул глаз с утра мы рисовали плакаты к маршу протеста сара гуляет по лесу потому что ее тошнит от запах окраски наверное самое время позвать ее на обед а два часа когда ну короче 2 часа дня когда краска высохнет мы отправимся прямо к станции текослужение баре уже ждет нас там а своем фургоне надеюсь туда же подтянутся репортеры и группа поддержки мы ведь раздали такую кучу листовок я складывал их пока у меня не заболели пальцы баре считает что мы должны нарисовать знак протеста на камнях в круге надо заставить их услышать наш голос нельзя позволить археологам разрушить древнюю святыню все готово сегодня ночью мы грудью станем на защиту кургана я ничего не говорил остальным но у меня какое-то нехорошее предчувствие я не могу ясно выразить что меня беспокоит не отмахнуться от этого тоже не могу что может случиться в конце концов наверное слишком долго смотрел на камни кстати однажды с наступлением сумерк мне показалось что центральный камень двигается вот бред правда короче я так понимаю короче кто шара шарахается в этом кургане кто там что-то с камнями с этим да там прикасается наверное к этим камнем или что-то еще делает с ума сходит и так понял да стрелка в обратную сторону идет нет ли я дебил так ладно компас тоже походу не работает сломанный так ладно погоди вы вообще все трещит я хочу корзинка мысли все трещит да так вообще жестко так но в принципе здесь здесь мы закончили больше ни черта нет теперь я думаю стоит короче отправиться нам так внизу надо спуститься давай уже мне музыка это напрягает надо валить короче отсюда побыстрее где выход то есть засал немножко так теперь я думаю надо короче отправляться в этот к мотелю мы там еще ничего не смотрели не все посмотрели у нас еще есть код для вот здесь что-то показано блин место до местность много а здесь не пройти ни капли странно может посвятить может света нет ладно обратно в эту в мотель страшная телефонная будка окей так ладно вот мы пришли кстати давай зайдем посмотрим зарядился ли у нас телефон да блин какая там 775 до 775 вот так давай посмотрим зарядился у нас телефон не походу еще ни черта не зарядился ладно сказать заряжается дальше так ладно ну я думаю наверное я на этом закончу дорогие друзья вот мы посмотрели узнали про фанатиков да узнали посмотрели их лагерь что еще мы там узнали что морс сошел с ума что ли да из этого кургана короче из этих камней короче какая-то они вот начали раскопки и началась какая-то дичь происходить камни что-то двигаться начали короче вот ну пока вот так пока точно точных догадок мы пока еще разгадок тайны мы еще пока не знаем у нас еще куча всего набрано короче корзинка это 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 и непонятно что и вообще для чего это надо вот у кого из подсказки у кого из догадки короче пишите в комментариях дорогие друзья и с вами был варерий всем кому понравилось павел варерий вот кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал вконтакте и все побольше бога гашеник всем пока вконтакте